Севастополь И обо что не хотелось Хотелось что-то большое, красивое Я чисто случайно попала на эту новую технологию Все новое, как правило, страшно И где-то год я изучала эту тему Копаясь во всяких форумах Читая всякие ужасы и страсти Взвешивала Ну так как я человек-любитель проэкспериментировать То думаю, ну хорошо Надо же посмотреть, насколько это все правда И я выбрала, тогда еще особо не задумываясь о том Что панели должны быть качественные МДФ, да И то есть основным фактором было Это выбрать фирмы, которые занимаются производством этих панелей Потому что остальные перекупщики, соответственно, цены еще дороже Найдя три фирмы, не буду говорить о каких Два из них, две эти фирмы Одна из которых родом, вторая находится в Крыму И одну я взяла, тоже такую достаточно популярную среди интернета С материкам Так как проект дома у меня уже был в голове Начертивший его на листике Вот, и я отослала свой проект в три разных фирмы Вот, получив смету Я выбрала золотую середину Потому что все хорошее не может быть дешевым Это уже горький научный опыт Так как рядом у меня стоит дом из ракушки Это была моя первая стройка И я туда пыталась все подешевле засунуть Вот, и поэтому я себе взяла золотую середину И так мы начали, в принципе, работать с родом Работа с этой компанией, она даже превзошла мои изначальные ожидания Я настолько довольна этим домом Потому что при ширине участка 8 метров У меня получилась большая, огромная гостиная 42 квадрата, то, что я хотела Если бы я это делала из ракушки То мой домик был бы маленькой избушкой Узенький, крохотный Потому что съесть по метру с каждой стороны Не считая штукатурки Для меня это, конечно, была большая катастрофа А тут и дом широкий, и площадь маленькая Мне он обошелся в 2 миллиона 700 Сюда входит вся вентиляция У меня очень много вентиляции, потому что я даже перестраховалась Я в каждую комнату, в каждом санузле И в гостиной у меня 2 выхода вентиляции Поэтому у меня очень много вент-каналов Мне ребята с родом завели полностью все коммуникации Холодную воду, канализацию У меня 4 отдельных точки, которые выходят Мне это все развели и завели То есть это все сюда входит Плюс в эту стоимость входит крыша из СИП-панели Она тоже является самой дорогой То есть у меня комплект максимум я взяла Плюс, конечно, высота потолка 3,20 Можно и поскоромнее вместиться А отделку я применяла самую дорогую Фасадная краска одна из самых дорогих Итальянский камин В принципе, обои на втором этаже итальянские Очень дорогие, в принципе, поэтому так у меня и вышло Ну и в общем дом, что вы видите Ну тоже вместе с забором Общая смета с забором и с воротами У меня обошлась в 130 тысяч долларов Это все подключено Я сантехника, все-все-все подключено У меня самый дорогой фундамент, который у вас был, я взяла То есть это плита Мне ребята с родом завели теплые полы Что очень удобно и замечательно Мой дом сдали на месяц раньше запланированного Я выражаю огромную благодарность моей бригаде, которая работала Настолько они берегут репутацию своей фирмы, что было очень приятно Знаете, такое я видела только по телевизору В 7 утра они уже на работе И до самого позднего вечера и не слезают Мы их уже и на кофе уговаривали, они там и пушили себе То есть ребята настолько прям работали Вообще молодцы просто Отработали очень хорошо И ну никогда такого не было Я там о чем-то попрошу где-то что-то сделать Хотя это их, ну это не их работа Они никогда не скажут нет Поэтому громаднейшее спасибо Ну а так вообще в общем весь коллектив сработал Отличным образом Я могла написать вечером, ночью Да, вот Сергей всегда отвечал То есть не было так До свидания у меня выходной Потому что когда ты о чем-то волнуешься А так как это твой дом, дом твоей мечты И ты, вы нас, это с этой идеей Которую надо срочно, чтобы тебе где-то всегда посоветуют Хочу вам всем посоветовать Прислушивайтесь, потому что специалисты работают хорошие Работают не зря Вот, и мне посоветовали Я была категорически против окна Я туда хотела повесить большую картину Я безумно довольна этим окном Вот, и большой затык, который у меня был Это еще был по лестнице, о которой я тоже ничего не понимала Компания Радон мне сделала подарок Вот эту огромнейшую лестницу Она безумно комфортная И вот видите, что мы можем сделать Мы обшили ее гипсокартоном И вот такие вот болятины Если бы я заказывала деревянную лестницу Человеку То мне бы это обошлось больше двухсот тысяч рублей Ну вот это вот то самое окно, которым я сейчас радуюсь, не нарадуюсь Тут натянуты натяжные потолки И плитка вполне нормально легла Дом ровный, больше Я представляю, какая у меня была экономия на той штукатурке Поэтому мне тонким слоем гипсокартончик Я решила один слой гипсокартона И потом шпаклевочка Теплый, хороший Я положила ламинат То есть с учетом того, что даже лежит ламинат Громадного шума как такового нет Говорят еще миф такой, что в этих домах Окна ходят как медузы Медузят Хочу вам Если вы рыбетесь за дешевыми Стреоматериалами То, наверное, будут медузить Выбирайте окна средней категории И если у кого-то возникла такая проблема То это не потому, что дом из сип-панелей Это потому, что вы выбрали самые дешевые окна Вот у меня стоят окна Если вы видите Видите? Видите? Оно ничего не медузит Оно все Все четко, хорошо стоит Камин Он у меня самый настоящий И с итальянской топкой и мрамор Камин весит около 600 кг Очень большой вес И вот вы как видите Когда я читала все эти формы Была напугана абсолютно всем Там такое писали И камин не поставишь И крысы кушают И газ не проведешь Ну так вот Я хочу, чтобы вы посмотрели Что камин у меня стоит Причем он достаточно массивный Тяжелый Работает превосходно И хорошо себя чувствует Мы им уже пользовались И очень даже довольны Газ У меня проведен вот И он проводится точно так же, как в любых других домах Без каких-либо особенностей И поэтому никаких заторов То, что, а это дома СИП-панели нету Потому что И мне кажется, что сегодня Даже нужно уходить от старых технологий Ну, каменный дом это хорошо Вот в те времена На сегодняшний день Это Ну, нужно идти в ногу со временем В одной из мифов о СИП-доме Говорят, что это хрюшечный домик Который снесется при ветре Если вы посмотрите Я стою на горе У меня первая линия от моря Ветра тут сумасшедшие бывают Мой домик даже не пошелыхнулся И когда вы потом увидите, как он строится То есть он заходит прям в пазлы И там, ну, мышкам Там тараканчику пролезть некуда Плюс он потом зашивается Он заделывается И все эти мифы про мышек Это просто миф Дальше я хотела бы вам также развеять мифы О кондиционерах Которые якобы дают сильный шум Очень многие говорят, что Когда кто-то ходит по второму этажу Такое ощущение, что по головам Ну, полнейший абсурд У меня, у ребенка на втором этаже Комната Он ходит Да, конечно, вы слышите Но ничем не хуже, чем Если бы вы жили в новостройке И вы тоже где-то слышите Какой-то отголосок, если кто-то прыгает У нас, когда было очень жарко Работали Я включала Значит, у меня шесть кондиционеров Я включала все Плюс у меня работали еще сантехники Им было очень жарко Я закрывала все окна и включала И у меня где-то вот ровно неделю Работали все шесть кондиционеров Ну, вот и ночью Вот таким образом То есть я вечером протапливала На ночь выключала И с момента Мне электричество провели В октябре прошлого года И за все это время У меня нагорело всего 400 кВт Это с учетом всех Строительных работ И кондиционеров в том числе В компании «Раддом» Там, значит В начале даешь нам 25 тысяч Да, я тебе делаю проект Вот когда я попросила Этот проект на руки Мне предоставили Настолько шикарнейший проект В трех экземплярах Когда я этот Мне оставалось только один занести Чтобы зарегистрировать дом сразу В контору отнесла Второй в «Горгаз» И когда его рассматривали Даже там удивлялись То есть настолько серьезный И хороший был проект Вообще огромное спасибо Шикарнейший проект был Действительно в этом доме Можно спокойно жить Через два месяца Это действительно правда Громадное количество преимуществ Во-первых Оно не съедает пространство Во-вторых Он безумно теплый И это действительно так Потому что мама В апреле месяце Живя в каменном доме Она еще топила его А пользовалась отоплением Я спала А отоплением Не пользовалась Уже в апреле месяце Когда сейчас стало тепло И мы начали включать кондиционер Я включаю вечером кондиционер на час Соответственно закрывая дверь И всю ночь у меня держит холод И только под утро Он уже начинает отпускать То есть это действительно дом-термос Я представляю Какая я буду рада зимой Когда включится газ И насколько я буду экономить Потому что Ну А еще Что самое главное Заходишь в этот дом И сухо Ощущение сухости И комфорта Потому что Когда у нас была стройка И я бегала по стройке туда-сюда И зашла зачем-то В каменный дом И такое ощущение Холода, влаги, сырости Потому что ну Он не топился Все Стояло И заходя сюда Когда еще не было отопления Тут было Холодно Но комфортно Сухо И это конечно Огромное преимущество Для меня Когда женщина Еще Огромный плюс Я пользуюсь шуруповертом Я теперь могу сама Картины вешать Картины вешать Где-то там Что-то подвинтить Конечно В каменном доме Это все тяжелее Вот Это очень хорошо Это очень важно Выбирать Чтобы Строиматериалы Были Хорошие И качественные Это Мне кажется Шестьдесят процентов Хорошего результата Остальные сорок Это От Компаний Да От ребят Которые с тобой работают И которые собирают Мне повезло И с тем и с тем Вот сказали Будут Одинство Еще Десятого вечера Уже было все завесено И одиннадцатого Прямо с семи утра Началась работа Молодцы Все было очень слаженно И все На каждом этапе Вот какой бы этап не был Вот Сергей Сродома Да постоянно Когда вот уже От архитектора От проекта Пошло дальше То есть каждый Каждый В своем звене Он конечно Выполнял свою работу На все сто процентов Я как женщина Одинокая Строящая дом Я не чувствовала себя брошенной То есть Со мной всегда Кто-то рядом был Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok